Привет, друзья! Вы на канале Страна Рецептов. Сегодня я готовлю филе киты с вкусным соусом из брокколи. Мне понадобятся стейки киты, замороженные брокколи, лимон, горчица, грецкий орех, соевый соус, соль, зелень и растительное масло. Можно взять оливковое масло, либо кунжутное, будет очень вкусно. Первым делом отвариваю брокколи, закидываю ее в кипящую воду и после закипания отвариваю где-то минут 5. И далее брокколи откидываю в ледяную воду для того, чтобы она быстро остыла. И сохранился яркий красивый цвет. И для этого еще добавляю немного лимонного сока в воду. Мелко нарезаю зелень, у меня это укроп и петрушка. Зелени возьмите обязательно побольше, она здесь будет играть главную вкусовую роль. Зелень подойдет любая, также с кинзой и с базиликом будет очень вкусно. Грецкие орехи немного измельчу. Для соуса все подготовлено, теперь все ингредиенты закидываю в блендер. Брокколи немножко нужно отжать от воды. И кстати, для тех, кто любит соусы поострее, советую добавить давленый чеснок. Добавляю лимонный сок, растительное масло и обязательно нужно посолить. Воду, в которой варилась брокколи, я не выливаю. А добавляю один или два половника в блендер. И взбиваю все ингредиенты. Смотрите по консистенции, может быть еще придется немного добавить отвара. Соус пока убираю в холодильник и занимаюсь рыбой. Далее у киты удаляю кости. Если не хотите возиться с разделкой, оставьте просто стейки. И замаринуйте их в таком виде. Но поверьте, так получается намного приятнее и вкуснее. Получилось вот такое филе. Далее рыбу мариную. Это самый любимый маринад для любой красной рыбы. Соевый соус, горчица и лимонный сок. Рыба получается великолепная. Далее все хорошо, но аккуратно перемешиваю. Затягиваю пленкой и убираю где-то минут на 30. Киту обжариваю в небольшом количестве растительного масла. До легкой румяности со всех сторон. В этом деле самое главное рыбу не пересушить. Она готовится очень быстро. Когда рыбка обжарится, ее сразу можно подавать. С легким приятным соусом из брокколи. Соус перед употреблением нужно хорошо перемешать. Густоту соуса, конечно же, можно регулировать. Добавив больше отвара, либо меньше. И еще этот соус с чесноком очень хорошо подойдет к пасте. Конечно же, очень советую попробовать такой соус из брокколи. Он получается вкусный, нежный, с легкой лимонной кислинкой. Орехи при желании можно обжарить. Можно оставить сырые. И рыбку попробуйте замариновать именно в таком соусе. Однозначно она вам очень понравится. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok